Рекомендую вам подписаться на канал Боти И, естественно, ребята, как вы зайдёте на этот каналчик Вы здесь увидите очень много интересных видеороликов, именно обзоров И давайте, опять же, поддержим его То есть, запускаем мини-конкурсик Для участия вам нужно будет подписаться на его канал Зайти под последнее видео обзора на Ви Хэппи И написать в комментариях к этому ролику какой-то коммент со своим ником Ну, естественно, поставить лайкос Всё, ребята, и тому, кто у нас выиграет Ардону способом Я добавлю в друзья в танках, подарю подарок за 10 тысяч кристаллов И в подарки укажу промокодик на один контейнер В общем-то, погнали, ссылка на этот канал будет в описании Хочешь выиграть танк мечты? Тогда подписывайся на канал, жми на колокольчик и ставь лайк данного видео Также пиши комментарий со своим ником Более подробная информация в описании Всем привет, дорогие друзья, подписчики моего канала, с вами Вайтер И сегодня мы с вами записываем видео на тему Танкфонлайн И будем обсуждать довольно-таки интересный корпус Да, в последнее время вам очень заходят видео по пушкам То есть, где я вам рассказываю, какая пушка нагибает, какая перестала нагибать Многим это нравится, многие это за меня не любят Но, тем не менее, я также продолжу это делать И плюс ко всему, мы сегодня, ребята, будем обсуждать викинга Да, но перед этим, перед этим, ребята, вот наша с вами традиция, да, постоянная Вы заводите свой царский лайк по данный видос То есть, заходите, сейчас ставите на паузу Даже можете просто не ставить на паузу, спуститься, поставить лайк Ну и, естественно, следующий ровсон с контейнера выпадет прям очень-очень годная тема Я не знаю, может быть, там какой-то лямчик или хти какая-то интересная Если лямчик, вы сможете такой же гораль, допустим, как у меня на мульте Прокачать довольно-таки нехило, согласитесь? Четыре пушки М3, это достойно, это достойно Поэтому, ребята, давайте завозите свои царские лайкосы Короче, ну а мы переходим к теме видеоролика Сегодня будем обсуждать корпус То есть, самый лучший корпус, именно, ребята, чисто мое мнение То есть, это не мнение большинства, не мнение там какого-то там определенного количества людей До которых я переспрашивал Это чисто я сам, как бы, делаю выводы именно под себя самого Поэтому, если, в принципе, ребята, вы с этим мнением не согласны То обязательно напишите об этом в комментариях Но давайте сейчас рассмотрим корпус такой, как Викинг То есть, мы будем его тестировать, естественно, в ДМке Будем тестировать его на разных пушках, допустим Начиная с молота и заканчивая какой-нибудь релькой Да, как у меня будут идти киллы Как я вообще буду держать свои ХП Как мне будут сбивать прицел или нет Короче, все вот эти аспекты мы сейчас, ребята, будем с вами проверять Поэтому ставим на паузу и погнали Так, ну что ж, ребят, прогнозировался я на вот такую карту Будем именно рассматривать ее на примере карты мосты И вообще посмотрим, как она ведет себя Точнее, не эта карта, да, такое ощущение, как будто я карту рассматриваю То есть, будем рассматривать, опять же, нашего пресловутого Викинга Почему именно этот корпус? Ну и, естественно, посмотрим Я вам попытаюсь рассказать о плюсах и минусах этого корпуса Почему он нагибает? Почему на нем довольно-таки... Нихера себе! Вот это мне неплохо-таки размотали Почему его частенько довольно-таки выбирают И почему, допустим, какой-нибудь диктатор, да, вот который сейчас катается перед нами Прям не станет таким же популярным, как Викинг Ну, опять же, я, ребята, говорю мнение большинства То есть, большинство у нас катается Я это все высказываю Ну и, соответственно, вы уже либо соглашаетесь с этим, либо не соглашаетесь Короче, сейчас, опять же, идет такая тема, что... Блин, я не знаю, как вам, но мне очень, просто, очень удобно, во-первых, кататься на Викинге Потому что эта пушка, ой, пушка, корпус у нас не очень высокий То есть, он удобный, его очень сложно перевернуть, там, в полуминус лечь, там, или еще там где-то Ну, в полнейший минус, конечно, на изичах можно с ним лечь Но вот именно в полуминус его перевернуть и как-то ему там что-то такое сделать Чтоб он потом не смог встать Но это что-то вообще за грани нереально Нереально вас согласитесь, ребята Вот какого-нибудь такого вот викинга, да, ой, викинга, диктаторы Или Хорнта, там, или Васпика Вы видите намного чаще в полуминус каких-то, нежели там викингов То есть, всегда, во-первых, на этом корпусе можно с легкостью абсолютно... Не, ну не абсолютно На большинстве пушек стать полуминусом Естественно, у пушек, в которых есть отдача Даже на том самом Твинсе у меня, ребята, в некоторых моментах Получалось иногда встать с этого самого полуминуса Даже когда я умудрялся так лечь И, блин, я немножко перехеревал Типа, допустим, на каком-нибудь диктаторе Я бы никогда в жизни с этого полуминуса не стал На Титане тоже, потому что он тяжелый там Еще можно там на Твинсике встать с полуминуса Это с легких корпусов Но, как раз-таки, сейчас у нас тема пройдет про легкие корпуса Почему, допустим, не взять какие-нибудь те же самые легкие корпуса И рассматривать их, да, и говорить о каких-то плюсах, минусах Там с полуминусов встать там или еще что-то в этом духе Ну, во-первых, там легкие корпуса Это у них имеется скорость Но, как раз-таки, главным аспектом И главной проблемой для этих корпусов является их броня То есть, очень малое количество брони Допустим, у Викинга ее прям, ну, оптимальное количество То есть, корпус получается и не настолько медленный Допустим, как тяжелый, да, корпус Вот, это, как раз-таки, следующий пункт Почему не взять что-то такое Что вот прям, если я там говорю, да, о каких-нибудь количествах брони Почему не взять, допустим, какой-нибудь тяжелый корпус Вот, и как раз-таки возвращаемся, опять же, к этому вопросу Да, вроде как бы у вас имеется куча брони Вы такой весь тяжелый Но, согласитесь, он очень медленный То есть, и куда-то там ездить на нем Но это прям, ну, дико-дико неудобно Прям неприятно И на такой пушке, на таком вооружении Ну, такое себе, знаете, удовольствие На этом всем кататься То есть, ну, не очень сильно заходит Как раз-таки здесь идет еще один плюс Это скорость То есть, самая оптимальная скорость Это не настолько быстро Но это и не настолько медленно Что прям никуда-то там не успевать Там, или еще день там не брать Чего-то там, какие-то высоты Я имею в виду в плане, допустим, того же самого Набивания киллов Или там, убийства джиггернаута Там, или доставляния флага Согласитесь, викинг это тоже такой Оптимальный корпус Да и, в общем-то, вообще Средние корпуса И такой оптимальный вариант Для тех, кто особо там И погонять не любит И чтоб особо там бронит Ну, знаете, не было мало Чтоб прям можно было немножко пожить И, как бы, проблем особых ты не испытываешь Вот, почему, опять же, плохо Допустим, в этом плане диктатор Диктатор, я не знаю Это такой корпус На нем единственное, что хорошо Это брать голды Все остальное, все плохо То есть, по своим объемам В этот корпус можно попасть Вообще практически с любого расстояния Практически с любой пиксель То есть, там, раскачку на той же самой рельсе Вообще не нужно делать Ты можешь просто так стрельнуть Куда-нибудь, да, в область Этого самого диктатора И ты в него, как бы, попадешь Хантер уже более-менее Что-то вот такое Примерно идет Ну, нормально Как бы, можно поиграть Он не такой высокий, как диктатор Но тоже Он довольно-таки высоковатый То есть, чем мне еще нравится викинг То, что Он у нас Вообще, знаете Такой приниженный корпус И чтоб реально, как бы, в него попасть Да и подцепить там Что-нибудь и перевернуть Ему что-нибудь такое Сделать Ну, это прям нужно Очень сильно постараться Прям согласиться с этим Прям Ну, это просто Факт Просто, пацаны, факт То есть, чтобы его вернуть Что-то ему сделать Нужно прям, я не знаю Вывернуться наизнанку Чтоб что-то такое Замутить Вот, теперь Ну, не знаю Давайте прям сразу Скажу таких о минусах А то я сейчас подумаю Блин, расхваливаю Расхваливаю Там, почему там Почему вы там Пятое, третье, десятое Кстати, а что у нас По переодеваниям Я вроде как хотел На разных пушках И почему вообще Я сейчас на разных пушках Буду играть Почему я сейчас Так сказать Переобуваюсь Переодеваюсь И не одеваю Такие пушки Балансные Допустим, как Исида Огнемет там И еще такого рода А вот такой вот Стринячочек Который примерно Одинаково нагибает Вот, я сейчас Просто хочу вам показать Что по факту На тех, на тех пушках Можно довольно-таки Неплохо нагибать И, блин Набивать То количество киллов Которого, в общем-то Тебе нужно Который тебя устраивает На каком-нибудь Хантере Вот, к слову, пацаны Вроде как бы Все должно зависеть Именно от пушки Да, на которой ты играешь Но Черт возьми Я пытался набивать Киллы те же самые На Хантере Там, на Хантере Рикошеты я взял И у меня Это не настолько Все получилось Прикольно Как это получается На Викинге Может, опять Это чисто Знаете Моя такая фишка То, что я уже Привык к Викингу И мне на нем Легче как бы Играть Может, кто-то у нас На Хантере Приноровился И сейчас на Хантере Прямо дико нагибаю Кстати, золотой ящик Нужно его Поискать Я бы его Не прочь половить А я уже Кстати, вижу Где он будет Так, золотой ящик Ты у нас будешь Обычный Это, конечно, печально Но, да ладно Попробуем его словить Попробуем его поймать Вот, короче Я вам, пацаны Не сказал о минусах То есть этого корпуса На нем Очень сложно Отжимать голды То есть Ну, практически Нереально Это сделать И сейчас Вайдер берет Отжимает золотой ящик Ну, это вообще Просто идеально Говорим о минусах Этого корпуса На нем Очень сложно Брать голды И тут беру золотой ящик Просто вообще идеально Ладно Ладно Как бы переходим К другому пункту Не, ну а если Как бы серьезно То есть Меня сейчас просто Подфартило с точкой Подфартило то Что так же Никто не стоял На этой позиции Где можно Отжимать этот самый Золотой ящик И как бы С легкостью я его взял Но вообще На викинге Если как бы Ты борешься Допустим С каким-нибудь диктатором Хаттером Васпом Да вообще Практически с любым корпусом Если ты борешься Да, вот так вот В притык Вообще 100% вероятность Что у тебя Именно Отберет Золотой ящик Какой-нибудь другой корпус Потому что Викинг у нас является Самым низким корпусом И именно В плане Такого вот Отжимания Просто на рандом Знаете Голдов Если там Не залагаешь Никуда-то там Не вылагаешь То У тебя Как бы Отберет Его как раз таки Тот чувак Который находится На другом корпусе А не на викинге Диктаторы Так это вообще Отдельный Вопрос То есть Они эти голды Я не знаю Жрут Прямо Все их ненавидят За это Но тем не менее Опять же Голдоловы Там такие Заядлые Если как бы Главная цель Для них стоит Это Ловля голдов В битвах То они Как бы Будут Их отбирать Будут Как бы Их ловить Практически Всегда На В этом Корпусе Вот Но Такое Именно в плане Нагиба Набивания Киллов Конечно Тоже Можно Поразвлекаться На диктатор Если у тебя Есть интересные МПКшки Интересные Как бы Какие Ни позиции На картах И Опять же Друзья Которые Тебя будут Там Прикрывать Ты будешь С ними Тимиться И более Менее Набивать Самые Киллы Там Фраги И доставлять Там Что-нибудь Такое Делать Можно Конечно Замутить Но В большинстве Случаев Диктаторов Именно В этом Плане Прям Унижают Даже Как-то В видеоблоге Помню У нас Разработчики Сказали Что Типа Мы Сделали Такое Переодевание Там Или Голдов Чтоб Голд Был Рандомный Типа Потому Что У нас Все Переодеваются На Неиграбельное Сочетание И Показали Там Диктатора Я Не знаю Даже Разработчики У нас Считает Так Что На Экзитаторе У нас Чисто Только Отжимают Голдики А не Играют То есть Это Чисто Такой Корпус Голдоловский А Викинг Это У нас Такого Рода Что 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 То Средненькое На Чем Можно Всегда С удовольствием Поиграть И Поэтому Кстати Вообще Для чего Я записываю Это Видео Меня Очень Многие Спрашивали Какое Сочетание Ты Для нас Посоветуешь По пушкам Ребята У нас Уже Есть Видеоролики На канале Теперь Можете Соответственно Посмотреть По корпусу Если Как бы Вам Понравилось Это Видео И Вы Согласны С тем Что Я Сказал То есть Со всеми Фактами Про Как раз Таки Этот Викинг И Он Вам Понравился Как бы И Вы Хотите Покупать То Блин Советую Опять же Все Комплекты С Этой С Этим Корпусом Они Просто Топчик Там Допустим Те же Самые Комплекты С Цвинцом Там Еще С Чем То То есть И Заметьте Ребят Сейчас Я Просто Менял Пушки Менял Пушки На Которых Я Играю Вы Заметили Какую Нито Разницу В Набивании Килов Там Еще Что Нибудь Нет То есть Примерно На всех Пушках Я Одинаково Набивал То есть Никакой Разницы Нет Вот Если Бо Дел Какой Другой Корпус Допустим Тот же Самый Хантер То есть Мне На нем Неудобно Он Как Немножко Дрифтит Там У Хорн Там Очень Мало ХП Там Тяжелого Корпуса У меня На этом Аккаунте Вообще Не Покачан То есть Вообще Не Варик То есть Ну Такое Себе Как И Викинг Я Себя Просто Проявил На Все 200 Процент Поэтому Ребят Кому Понравилось Данное Видео Обязательно Ставьте Лайки Также Назвайте Подписываться На Мой Канал И Нажимать На Колокольчик Чтобы Не пропустить Видеоролики Стримы И еще Что Интересное Что У меня Выходит Ну А С вами Был Вайдер Всем Пока Пока Субтитры